Миллиончик может не обойтись. Все очень просто. Неужели такое в реальности бывает? Ну да, доверие к вам может подорваться. Константин Константинопольский. Как определить платежеспособность клиента при первом обращении? Иногда случается, что задача решается впустую, потому что клиент не в состоянии заплатить полученную сумму, даже если решение пофлексить до типовой минимальной. Потому что клиент не в состоянии заплатить полученную сумму, даже если решение пофлексить до типовой минимальной работоспособной конструкции. Я понимаю, что это сродни работе консультанта, но все же. Как не тратить время в очевидных ситуациях, но прощупать клиента, например, бюджета, чтобы убедиться? Константин, мы делаем следующий образ. Во-первых, часто сами клиенты начинают разгарствовать с того, сколько будет стоить сайт какой-нибудь. И у нас есть шаблончик, в котором мы намекаем, что, конечно же, у нас есть порядок. Мы обязательно должны сначала изучить задачу, чтобы не пукнуть в лужу. Надо все понять, что мы будем делать. Только тогда будет сумма конкретная будет вместе с планом работ после этого обсуждения. Но при этом ненавязчиво намекаем, что миллиончик может не обойтись, например. Но не факт. И это не обязательно будет так. Это один сценарий. Другой сценарий бывает, что когда вы сами видите просто по клиенту, который пришел, что здесь, может быть, немножко ошибся дверью. И у нас есть специальный шаблон, который называется «Я домохозяйка, хочу запустить свой проект» и так далее. И там в таком шаблоне очень важно не проявить высокомерие. То есть там что-то у нас в таком духе написано, что «Я ни в коем случае не хочу проявлять надменность. Но вы обратились, возможно, в самое дорогое дизайнерское бюро. И не хочу спрашивать, есть ли у вас деньги». Вот. Но, значит, хочу вас попросить оценить, насколько вы видите пользу в нашем дальнейшем общении. Что-то в таком духе. Вот. Я... И это, в принципе, нормально. Здесь главное дать клиенту сохранить лицо. Потому что я, например, очень помню хорошо эпизоды своей жизни, когда только-только, не знаю, у нас вот бюро проработало, там год, и у меня появились какие-то, сколько-то денег, чтобы мы с женой, значит, съездили в Милан на три дня. Я помню, мы гуляли по улице, и там я смотрю часики какие-то на витрине. Вот. И думаю, надо посмотреть, зайти. Дверь открываю, а она что-то не открывается. Блин, непонятно как-то. А потом раз... Типа открылось. Ну ладно, заходим. Вот. И такие игровые... Типа, можно часики посмотреть? А они такие так смотрят, типа на меня. Говорят, а вы для себя хотите? Говорят, ну да, что? Ну ладно, давайте. И она что-то достает часики, вот, дает мне их в руку. А я там вижу, там бумажечка такая, что-то такая висит, и там что-то такое, типа 50 тысяч евро. Ну я померил, конечно, вот, но, так сказать, спасибо, очень классные часы. Ну и, так сказать, с покерфейсом вышел на улицу. Вот. И причем часы-то вроде не выглядели какими-то особо золотыми. Но, тем не менее, слава богу, они не стали меня никак уезжать, как в фильме «Красотка». Цена обоснословна. Слушайте, хватит, у меня есть деньги. Но для вас тут ничего нет. Анна Новикова. Добрый день. Что должно входить в портфолио UX-проектировщика? Анна, здесь очень важно уточнить, какого проектировщика? Уи-ух или ухуи? Павел Вакунинко. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как правильно работать с предзаказами, как продавать, чего пока еще нет. Павел, для начала нужно просто заработать какую-то репутацию каким-то образом, собрать какую-то аудиторию, которой нравится то, что вы собираетесь делать, или то, что вы в принципе делали до этого, сделать страницу, на которой вы расскажете о том, что вы собираетесь делать и, собственно, начать собирать деньги. Все очень просто. Единственное важное, что если вам дорога репутация, что если что-то пошло не так и все-таки продукт не удалось сделать, обязательно важно вернуть все деньги. Ну и, возможно, дать людям что-то еще для компенсации того, что их доверие к вам может подорваться. Иван Медведев. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Иван. Как вы считаете, реально ли в качестве условия сотрудничества с клиентом прописать в договоре, что клиент доверяет мастерству и опыту студии и согласен принять первый и единственный вариант, который предоставит студия? Я хочу продавать дизайн без правок, просто как продается любой другой товар. Сейчас балом правит модель, когда совершенно неопытный и неосведавленный в дизайне клиент указывает, как студии выполнять ее работу. Делать дизайн. В итоге, после массы глупых правок, проект представляет собой жалкое зрелище. Ведь это неправильный, так быть не должно. Дизайнер профессионал, и он и только он должен решать, каким будет дизайн. Он несет ответственность за проект, при этом ему выкручиваются руки и не дают выполнять его работу качественно. Даже сантехнику не мешают работать и не вносят правки. Значит, даже сантехнику доверяют ее в профессионализме, а дизайнеру нет. Так получается по факту. Будет ли работать предложенная мной модель, если клиенту подробно объяснить на личной встрече или по скайпу о цели именно такой модели работы по проектам? Или клиент настолько уперт в общей массе своей, что это будет тотально отпугивать клиента? Мне кажется, это Сема придумал вопрос. Нет? Неужели такое в реальности бывает? Иван. Безусловно, возможна ситуация, что какой-то дизайнер в договоре прописывает условие, что клиент обязан принять первый и единственный вариант дизайна. И, как мы с вами знаем, есть прецедент. Это, как называется, экспресс-дизайн студии Лебедева. То есть, там вы платите фиксированную сумму, получаете дизайн, и у вас ноль права голоса как клиента. Вы должны это либо выкинуть, либо использовать. Вопрос в том, что вы можете это вписать, но вопрос, с какого перепуга клиент на это согласится. Потому что, с моей точки зрения, это вообще такая сама по себе постановка вопроса, что клиент должен принять первый и единственный вариант дизайна. Это самая мерзкая, надменная и безответственная позиция дизайнера, которую только можно придумать. На мой взгляд, если вы, как дизайнер, хотите, чтобы ваш дизайн без всяких привлеканий и вопросов принимался клиенту, вам для начала нужно внести свою долю в учредительный капитал этого клиента, сделать так, чтобы вас назначили директором по дизайну, и еще договориться о том, что вы не просто отвечаете за дизайн, но еще и у вас право окончательного голоса. Ну и что вы, естественно, будете покрывать любые расходы клиента в случае, если ваш дизайн приведет к убыткам компаний, или, например, что какой-нибудь продукт затухнет из-за вашего дизайна. Вот в такой ситуации, наверное, это, с точки зрения клиента, это было бы, выглядело бы разумно и правильно. А так, если вы не какой-то художник, или если вы не даете, кроме своего участия, просто шок, сам факт вашего участия в проекте придает клиенту какие-то, приносит нереальную аудиторию, внимание прессу, еще что-то такое. Если этого ничего нет, то запомните простую вещь, что вы коммерческий дизайнер. Ваша задача сделать так, чтобы в бизнесе клиента появились какие-то новые качества, свойства и какие-то механизмы, которые помогут этому клиенту заработать больше денег или терять меньше денег. Соответственно, вероятность того, что вы как дизайнер понимаете в этом бизнесе клиента лучше, чем сам клиент, на мой взгляд, стремится к нулю. Поэтому, естественно, лишать и исключать клиента из обсуждения, на мой взгляд, это дремучий какой-то нонсенс. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Константину Константинопольскому. За его вопрос о том, как определить платежеспособность клиента. Константину хочется подарить полгода подписки на все наши книги. Константин, напишите, пожалуйста, по адресу на экране или в описании к этому ролику, чтобы получить свой приз. Казбаса дав бенек. Три дня в запое и мечтал стать императором Украины. Исправительные процедуры. Вы оторваны от жизни. Нафига вам это болото? Спонсор нашего сегодняшнего ролика Сергей Чикин. Он автор и преподаватель курса пиктограммы и системы знаков, у которого появилась теперь дистанционная версия. И он очень скоро, в начале декабря, у нас пройдет. Так что спите записаться. Скостные иконки помогают лучше считать форму. Сразу бросаются в глаза. И лучше передает смысл, потому что, жопа, батарейка кончается в жизни перекос. Но главное, что ход помогает разрешить противоречия. Ведь если сделать уровень заряда слишком маленьким, его никто не разглядит. А если сделать слишком большим, то вроде бы и заряд еще есть, можно и не париться. Разряженный мак любит вывесить своей иконкой, красный, синий, зеленый, фиолетовый и черный. И два металла, золото и серебро. Или желтый и белый. И единственное правило Геральдики гласит. Нельзя наносить фенифт на фенифт, а металл на металл. То есть нельзя рисовать белым по-желтому. Видно ничего не будет. Дело в том, что чистые спектральные цвета не одинаковы по яркости. А вот гуглодокументы не выделываются и ставят иконки лишь у некоторых пунктов меню. Убивая этим сразу охапку зайцев. Дизайнерам не пришлось выдумывать заведомо провальные метафоры для пунктов меню вроде «История версий». Иконки не сливаются в столбик неразличимых пятен, как у какого-нибудь Word'а, а напротив выделяют важные пункты. А самое главное, такие иконки работают с пространственной памятью и помогают быстрее в меню ориентироваться. Загадка. В какую сторону едет автобус? Существует миф, что дети с лета отвечают на такой вопрос, пока взрослые тупят. Но это всего лишь миф. А правильный ответ – автобус движется влево, потому что двери находятся на противоположной стороне автобуса. Разумеется, глядя на симметричную иконку автобусной остановки, никто о таких вещах не задумывается. Но что, если иконка должна сообщить пешеходу, с какой стороны его собьет трамвай? Местоположение, цвет и только потом форма. Проектируя интерфейс, дизайнер контролирует расстояние до зрителя, в отличие, скажем, от навигации. А в интерфейсе гораздо большее значение имеет предсказуемое местоположение и общая гамма иконки. Монотонный серо-синий набор – не лучшее решение такой задачи. А расскажешь про графические рифмы? Графическим рифмам, анатомии пиктограмм, контраформам, способам пересечения объектов, напряжению кривых и другим графическим хитростям посвящена вторая неделя курса. А по выходным мы с участниками разбираем практические задания недели в Зуме. Или где там сейчас модно созваниваться. Я Сергей Чикин, а это промо-ролик практического курса пиктограммы и системы знаков. Дизайн-бюро Артема Горбунова. Курс трехнедельный и дистанционный, а все подробности под видосом. А, про третью неделю же ничего не сказал, а там ведь самое интересное.